Смириться это значит считать себя самым недостойным и самым грешным. Смириться это значит не стараться видеть чужие грехи, но видеть свои грехи и пороки, и непрестанно молиться Богу о прощении этих грехов. Вот здесь очень сложно для современного человека положение о том, как считать себя самым недостойным. Иногда даже такая формулировка считает, что я вообще ничто, полное ничто и ничего из себя не представляю. А как же наше человеческое достоинство? Мы очень любим о нем говорить и вообще надо иметь в виду, что в отношении этого слова произошли кардинальные изменения в самом понимании этого слова. Если мы с вами возьмем слова революционные, русского языка, то толковые, то слово гордость, например, означает кучливость, надменность, нечто отрицательное. В словаре уже буквально через несколько лет после революции изданного, там уже гордость, это синомим чувства собственного достоинства. Что плохого в чувстве собственного достоинства? Ты же должен понимать, кто ты есть, как ты живешь на белом свете и должен понимать, что ты должен жить достойно. Но достойно в каком смысле? Что есть во мне, чтобы подкрепляло это чувство собственного достоинства? Мои добродетели, то, что я себя представляю, то, с чем я родился, то, что я приобрел. Разница велика, правда? Если я забываю, что мое достоинство – это опыт Божий, который во мне есть, и Он именно определяет мое человеческое достоинство, то я начинаю приписывать этому чувству собственного достоинства какие-то мнимые добродетели. Хорошо, если они хотя бы нравственные, хотя бы духовные какие-то, связанные там. Я доброжелательный, я трудолюбивый или еще что-то, у меня есть понятие чести, а в большей части ведь, ничего не имея, человек требует к себе особого отношения. И рекламу, которую сейчас крутят по телевизору, они все время всем галдят, что вы этого достоин. А почему я этого достоин? Ничего вот этого. Чтобы у меня все было, трудись, у тебя будет, правда? Почему я ничего из себя, вот в духовном смысле, не представляю, чего-то там достоин. Вот смирение как раз и позволяет человеку реально оценить ситуацию, кто я есть на самом деле. Адекватно посмотреть на себя, я реально что-то из себя представляю, я реально чего-то добился или нет. И вот если человек занимается самосозерцанием, и он пытается разобраться в себе, он приходит к одному, с одной стороны, неутешительному, но выводу. Я-то ничего не имею своего. Что есть то, чего не дал бы мне Господь? По-настоящему хорошего. Ничего. Таланты, способности, склонность к добру, это все дар Божий. А моего что? Грехи. Мои любимые ненаглядные грехи, за которых я держусь и совершенно не готов с ними распрощаться. Поэтому мы и говорим о том, что если человек так себя оценивает, если он понимает, к чему он предназначен, кем он должен быть и что я из себя представляю на самом деле, вот тогда как-то нос задирать не хочется. Он так сразу и опускается. И ты понимаешь, что, Господи, помилуй, до чего же я дошел? Я же могу быть... Вы боги, говорит Господь. Вы можете быть богами, а мы кто? Уподобились скотам несмысленным, говорит Давид, и мы их, в принципе, недалеко от них отношили. Время изменилось, а мы действительно живем, как животные. И беда в том, что, будучи вот в этом падшем, пагубном состоянии, мы начинаем думать о себе, как о нечем, о каком-то таком значительном. Человек, это звучит гордо. Помните замечательный коммунистический наш лозунг? Гордо звучит, да. Потому что ты, гордец, задрал нос перед Богом и перед людьми. Зачем тебе это? Успокоиться. Решить, что для себя, что... А зачем мне не справляться? Посмотрите, какой я хороший. Я школу закончил, институт с красным депломом закончил. Я молодец. Ну, ты сделал то, что обычные люди делают. Что тут такого? Ты чего-то добился, там у тебя какая-то карьера. Но не дай тебе, Господь, ума. Какая карьера? Не дай тебе, Господь, родиться в семье, у которой были средства на твое образование, которые дали тебе возможность спокойно учиться, а не с 12 лет зарабатывать там на кусок хлеба. Но была бы твоя карьера такая или нет? Вот человек, который все-таки правильно себя оценивает, он в этом отношении, он адекватен. Он понимает, что это дар Божия, это милость Божия и ум, и способности, и возможности. То, что он тебя свел с этими людьми, которые тебе помогли в карьерном росте и так далее. Поэтому этот человек осознает свою немощь. Он осознает, что он мало чего сделал-то на самом деле. И то, это, ну что вот это все, это же все опять же для земной жизни. А для души, для своей, что ты сделал реально? Очень-очень мало. Я могу быть с коллегами, с внешними людьми, доброжелательным, могу быть, там, как Сибилл говорил, я говорю, по необходимости трудолюбив, это самозабление ленив. Действительно, ну надо, вот и трудолюбив, надо деньги заработать, вот я трудолюбив. А какой я на самом деле там внутри? Вот это важно. И поэтому, если человек, ну, начинает перед другими людьми превозноситься, даже внутри себя, не обязательно вовне, он не будет исправляться. Он теряет всякую возможность что-то изменить в своей жизни. Поэтому смирение для нас жизненно необходимо. Если мы не будем смиряться, мы никогда не поймем, что нам надо меняться. Если же я буду понимать, что я действительно ничто, я ничего не сделал для того, чтобы уподобиться Богу, то следующий мой шаг, а почему так произошло, я должен это осознать. И люди, которые, ну, действительно, немножко поскорбели душой по этому поводу, они пытаются, они идут наистовать, они пытаются исправлять это все. Что получается дальше? Через месяц, через два они вдруг обнаруживают, что авоз и ныне там, да? Я стараюсь, я пыжусь, а ничего не двигается. Я какой был такой, я остался в лучшем случае. А в худшем случае даже хуже стал. Он еще сильнее напрягается. Он говорит, я всю волю в кулак, я соберусь, и будут стараться. И опять все то же самое. И вот тогда правильный человек, он не вновь не ударяется, а все-таки он понимает, что это наша немощь. Что без Бога я не способен ни на что. И он начинает просить эту помощь. И он молится и просит о милости Божией. Господи, прости мне грехи, дай мне силу их преодолеть, потому что я сам не исправляюсь. И вот тогда эта помощь приходит. Поэтому мы говорим, что смирение для нас это единственный шанс спасения, потому что Господь готов нас спасать, Он готов давать нам эту необходимую силу. Но если мы не попросим, Он не будет навязываться. Если мы не будем кричать и вопить, Господи, помоги, Он не будет бегать за нами и предлагать нам эту помощь. И вот в этом отношении святые отцы говорят, что очень хороший способ приобретения смирения именно творение заповедей Божьей. Когда человек решается на то, чтобы их творить, он в какой-то момент действительно реально понимает, что он не может. Ничего не получается. Даже самые простые грехи преодолеть не получается. А вот что говорить о каких-то серьезных страстях, пороках, которые уже въелись в душу. И настолько они меня пленили, что мне даже приятно иногда это делать. Вот что страшно. Не то, что я согрешаю, плачу об этом, мне мерзко, мне противно. Это хоть как-то понять можно. А ведь есть вещи, которые мне даже нравятся. Беда. И поэтому мы говорим, что вот заповеди Божьи, они нам даны как ориентир, как критерий того, каким мы можем быть. Пожалуй, да не пожалуй, а точно без Божьей помощи не то, что все эти заповеди, даже одну заповедь до конца исполнить невозможно. Поэтому именно когда человек начинает их исполнять, это смиряет его, приводит его к осознанию своей немощи и именно к обращению за помощью. Стремление исполнить заповеди открывает человеку как раз печальное состояние, поврежденное греховпадением человеческой природы, обнаружит его немощь, его слабость. И вот в этой ситуации как раз мы должны понять, что ни в коем случае нельзя отвлечься от себя. Почему вот и говорится, да, с святыми отцами, что смирение состоит в том, чтобы сосредоточиться именно на своих грехах. Не начать разглядывать грехи других людей. Не надо себя ни с кем сравнивать и смотреть. Потому что как только мы начнем рассеивать внимание во мне, мы обязательно найдем, ну, мы же какие, с кем мы себя сравниваем. Мы же всегда не со святыми сравниваем. Мы же всегда найдем себя сравнить с кем, кто, как на наш взгляд, хуже нас. И тогда на их фоне мы выглядим очень даже и неплохо. И в результате, опять же, это само успокоение, опять же, самооправдание. Вот этот замечательный, любимый многими грешниками лозунг, а что все так делают, да? Он же, он останавливает все. Всякое стремление к совершенствованию. Но если все так делают, я что должен выделяться из коллектива? Мало того, что обо мне подумают, ну, и опять же, мне же с ними жить, лучше не жить, чем так жить. Хочет быть белой вороной, плюс пусть клюют, пусть что угодно делают, но это неправильно. И если по-честному, посмотрев по сторонам, всегда можно найти того, кто лучше тебя. Может быть, не во всем, но в конкретной вот этой проблеме, которую ты для себя пытаешься решить, можно найти человека, который вот этим грехом он не согрешает. Но сравни тебя с ним, потянись за ним, да? Пусть он будет тебе примером вот в этом хотя бы. Последуй за ним. Зачем ты сравниваешь себя с тем, у кого не получается? Ну, пожалуйста. Но вот лучше даже не сравнивать в этом. Потому что если мы начнем сравнивать, если мы начнем там искать где-то, ну, а кто что делает, ну, зачем нам это знать? Господь будет решать вопрос о спасении с каждым человеком индивидуальным. Он с тобой сейчас разговаривает. Зачем ты там? Ты разбил стекло. А вот знаете, вот там вот Вася из восьмого класса тоже год назад разбил стекло. Ну, с Васей разобрались тогда, да? Ну, сейчас ты разбил стекло, сейчас с тобой разбираются. Поэтому вот отсечение максимальное вот этих взглядов по сторонам, а кто что делает, о, что он делает-то, да? Я-то вот совсем не стал это делать в этой ситуации. Ну, во-первых, не зарекайся, во-вторых, ну, что ты тратишь время? Некогда тебе. Ты гибнешь, ты погибаешь, тебе надо спасаться. Некогда. Поэтому вот эта сосредоточенность именно на своих грехах, она дает возможность себе, себя увидеть, поставить себе диагноз. И диагноз поставим, можно будет лечиться. Если же мы вместо того, чтобы со своей болезнью разбираться, будем и смотреть, а кто как болеет, да какие проявления этой болезни, ну, мы все хотим. И поэтому вот это вот очень важно. И с другой стороны, о своих добрых делах тоже говорить никому не надо. И особенно то, что касается духовной жизни. Потому что, ну, удержаться от счастлива будет очень сложно в этой ситуации. Особенно, когда тебя хвалить начнут, скажут, какой-то молодец, вот у нас не получается, тут уже совсем неплохо. И с другой стороны, тоже вот говорят, а как быть, если тебя начинают хвалить? Есть такое понятие, как смиреннословие, да, когда человек начинает отказываться, говорит, да нет, да не такой я, как вы про меня думаете. Знаете, какая-то такая форма кокетства получается. Вроде человек говорит, нет, нет, я не такой, а контекст такой. Давайте, давайте, хвалите меня, продолжайте меня хвалить. Не так хорошо, так приятно. Вот уже даже само ощущение некой теплоты, которая в сердце разливается, когда тебя хвалят, это уже показатель нашей гордости, нашей поврежденности. Нам приятно. Вот это, кстати, мы часто используем, мы спрашиваем, ну, видим человека, например, не кается и говорит, или говорит, помогите мне вопросами, ну, самыми болезненными, правильно, надо же выяснять. Поэтому говорят, скажите, вот, не было ли у вас проявления гордости какого-то? Нет, нет, что вы, я не гордерил. Ну, люди почему-то считают, что если они не унижают других людей, там, не оскорбляют их, не говорят, что вы, там, второго сорта люди, то уже они и нормальнее. А вот, я говорю, есть замечательные два диагностических признака. Тебя хвалят, тебе приятно? Кому же приятно? Конечно, приятно, да? Конечно, да. А когда тебя ругают? Ну, извините, кому нравится, когда ругают? Ну, по-честному, наверное, мало таких людей найдется. Это уже признак все-таки достаточно хорошего духовного роста. Ну, вот это же как раз и есть появление нашей гордости. Поэтому вот эта замечательная притча о том, как старый монах молодого посылал мертвых, ругать, хвалить, а потом спрашивал, ну, как они отреагировали, да? И они молчат, ничего не говорят. Вот, является советом, да? То есть, хвалят тебя, молчи, ругают тебя, молчи. Но здесь тоже должно быть разумное отношение. То есть, старайтесь всегда вот эту замечательную христианскую добродетельность рассуждения в себе развивать. Потому что, ну, надо думать когда и как. Мы слышим в Евангелии, что Пилат удивляется, когда обвиняют Иисуса Христа, а он ничего не отвечает. Он говорит, слышишь, сколько на тебя свидетельствует, почему ты молчишь? У меня же власть тебя убить или отпустить, а ты молчишь. А он молчит. Потому что смысла нет оправдываться в этой ситуации. Но иногда, для того, чтобы не было каких-то там лишних разговоров или как-то умереть этих людей, можно отвечать. Ну, конечно, не кокетничать, похоже, да нет, да вы что вы, я не такой вообще на самом деле, да, я страшный грешник. Вот, кокетчить, конечно, не надо, да? Но в какие-то моменты по рассуждению можно и ответить. Но большей частью, конечно, это должно мимо проходить. И человек, который испытывает неловкость от того, что его хвалят, это правильный человек. Это нормальное, это нормальное совершенно человеческое чувство, потому что оно как раз и базируется на осознании того, что «Ну, вы меня хвалите не за мое». Ты живешь в таком красивом доме. Друзья, не я его покрасил, да, не я его постул. Дом, да, я в нем живу, но это не мое. Мне тогда жилье, это государственное жилье, у меня сюда в Сибири, и все, я здесь живу. Они следят за ним, они там подкрашивают, все делают. Я-то здесь причем. Поэтому молчать, большей частью молчать, конечно, и иногда очень хочется похвастаться, да, вот так здорово, вот был этот грех, да, а потом он взял и исчез. Ну, ты разберись и пойми, почему он исчез. Я, например, тоже был очень удивлен однажды, когда меня положили только в диаконах, и сорока луцки отслужил, первые сорок дней служат утров вечером. Естественно, он каждый день причащается. Ну, сами понимаете, что в это время следить очень сильно за своей духовной жизнью трудно, потому что многих вещей не знаешь, как повернуться, куда пойти, где что прочитать. Это очень большая сосредоточенность на то, чтобы вот эту техническую сторону сделать все правильно. И поэтому вот прям вот такой прям борьбы с грехом, ну, наверное, она была так вот чуть-чуть отложена в сторону. Каково же было мое удивление, когда вот через эти сорок дней, сказали, все, теперь можешь там вот приходить в субботу, воскресенье. У меня целая неделя получилось, и я обратил внимание на то, что, ну, я отдохнуть мог чуть-чуть. И я вдруг так посмотрел, а где вот это? Оно же было. И я боролся с этим, у меня ничего не получалось. Я ничего не делал в эти сорок дней с этим грехом, но оно не стало. Он просто исчез и все. Вот в этой ситуации главное, что понять. Это не ты, да? Господь через регулярность причастия, Он, входя в тебя, то, что в тебе было нехорошего, Он это просто уничтожит. Слава тебе, Господи! Все. Вот такое и должно быть, это правильное отношение. И во всех остальных грехах, когда что-то, какие-то успехи получаются, если мы, не дай Бог, начнем это все приписывать себе, все, мы попали. Дьявол ведь начнет нашел, ты великий праведник, ты молодец. Смотри, и года в церкви нет, а ты уже каков? Очень легко попасться, поэтому надо очень-очень осторожно обыцать. И добродетели вот эти наши, мнимые, и может быть даже не мнимые, может быть они и настоящие, но они только зарождающие и поднимающие голову. Если мы на них сосредоточимся, то мы наоборот все разрушим, все потеряем. Потому что и большей частью, если даже мы вот так в себя разобрались и решили для себя, что я вот сейчас должен с собой сделать, чтобы достичь некого духовного роста. Ведь на самом деле, даже если мы какой-то план сделаем, разработаем его, посмотрим, что, зачем, какую последовательность мы будем делать, это наше воле, правильно? Наше произволение. От желания нашего сердца оно будет исходить. А если оно все повреждет, что получится? Оно все равно, настоящий добродетель не получится. Получится обязательно вот что-то оскверненное, испачканное, сломанное, неисправное. Почему и говорится, что здесь, во-первых, до тщеславия недалеко, потому что если что-то нам удастся достигнуть, мы это по себе припишем. Я по второй плану, я следовал этому плану, я добился, да? Я, я, я. О, где? Он как-то подразумевается где-то там, на втором плане, да? Но здесь главное я. А с другой стороны, ну это моя воля. Откуда я знаю реально, что мне нужно вот в данный момент исправлять в себе? Что для меня смертельно, а что нет? Вы знаете, как с врачами часто бывает, люди говорят, вот пошел к врачам, да? Обязательно еще их найдут. И совсем не то. Я к тебе не до этим пришел лечиться, я к тебе вот это пришел лечить. А врач говорит, нет, давайте вот сейчас вот это мы отложим, а будем лечить вот это. Потому что с этим ты еще 20 лет проживешь, и ничего тебе не будет. А вот это, если ты не будешь лечить, и через полгода загнешься. Поэтому будь добр, давай сейчас вот это все бросаем, и будем вот это лечиться. Поэтому смиренный больной слушается врача и выздоравливает. Не смиренный больной помирает. Вот то же самое и здесь. Воля Божья, она важна. Господь знает, что для меня полезнее. Поэтому смиренный человек, он вот эти планы... Нет, понятное дело, что если он в себе видит грехи, их надо споведовать, их надо справлять и так далее. Но дайте Богу действовать в себе. Дайте Ему определять, что исцелять в первую очередь, а что дальше. И вот здесь как раз очень важно, что смирение, оно привлекает благодать Божию. Оно дает человеку возможность вот этой силе Божьей войти в человека и действовать, и его освещать. И вот тогда только вот этот мир и приходит. Потому что ты можешь бегать, искать. Это, знаете, очень похоже, когда пожар начинается. Хорошо, если он в одном месте загорелся. А если и там очаг, и там очаг, и там. И ты не знаешь, за что хвататься, что сейчас разгорится, что может перекинуться и сжечь весь дом, а что более-менее там, пускай, может быть, он и затухнет, не страшно. И поэтому вот здесь с нашими грехами очень похожая ситуация. Дайте возможность Богу действовать и успокоиться. Господи, на все Твоя святая воля пусть будет так. Как Ты меня будешь лечить? Что здесь будет? Это будет уже, ну, действительно по Твоей премудрости, и Ты знаешь, как это все сделать. Почему, в общем-то, смиренный человек, он подчиняется обстоятельствам. Покорность обстоятельствам – это тоже как бы проявление смирения. Но не просто обстоятельствам, а, как мы с вами говорили в предыдущих занятиях, о промысле Божьем, да, что Господь ведь не просто так, не случайно все с нами случается, а все промыслительно. Господь подает нам необходимое для того, чтобы мы, опять же, исправились, для того, чтобы мы какие-то вещи осознали, что-то поняли. Для того, чтобы остановить нас от чего-то очень плохого, и то, что может потом сломать нам жизнь. Поэтому человек, который воюет против обстоятельств, и того, что Господь вам подает, это человек, который воюет против воли Божьей, и против этого нашего самого главного врача. Поэтому подает тебе Господь обстоятельства – принимай, да, это тот самый крест, который тебя нестил. Это не означает, что ты должен сложить лапки и вообще ничего не делать, да. В этих реальных обстоятельствах Господь ждет от тебя действия. Поэтому есть такое тоже неправильное понятие, есть такое понятие, как ложное смирение, да, когда человек вместо того, чтобы сказать словами разбойника, по делам своим достойное принимает. Вместо этого он начинает бегать, кричать, возмущаться, искать виноватых, вместо того, чтобы причину убрать. Причина – это грех наш, правильно? Поэтому ты жив еще, разбойнику деваться некуда было, его краска лежит на кресте, да, и даже вот это его искреннее покаяние, оно не могло быть было тогда подтверждено делами, потому что через какое-то время он скончался там на кресте. Но мы-то живы, у нас есть такая возможность, поэтому, да, Господи, я понял, что со мной происходит, я постараюсь это исправить, пожалуйста, действуй дальше, да. И если так происходит, очень частые последствия отнимаются, и меняются эти обстоятельства. Ну и, конечно же, осознание того, что это не случайность, что это не просто, чтобы нам сделать больно, а для нашего исцеления, оно должно рождать в душе благодарность Богу. Поэтому замечательные слова. Случилось того хорошее – благословляй Бога, и это останется. Случилось плохое – благословляй Бога, и оно уйдет. Действительно так и есть. И человек вот в этой ситуации, он действительно имеет возможность мало того, что изменить обстоятельства, он может изменить свое отношение к нему и само восприятие этих обстоятельств. Ну, мы знаем прекрасно, что в самые трудные какие-то моменты жизни, если я начинаю роптать, возмущаться, унывать, это еще услугляет это состояние. Если же я, ну, я несовершенный человек, я, может быть, сейчас не могу радоваться тому, что меня там оскорбляют, унижают или еще что-то делают, но я могу это терпеливо переносить, понимая, что я это на пользу. И мне будет лепче. Я знаю, что Господь со мной, как любящий отец у кровати своего ребенка, которому, да, ребенку плохо, и в данный момент, ну, надо подождать, пока случится перелом болезни и пойдет начнется выздоровление какое-то. Ну, он здесь, рядом, у меня холодный тряпчик на мою руку, держит меня за руку, дает мне лекарства. Он не отпускает меня, он не говорит, так, ну, пойду, выживет, выживет. Нет, так, ну, что ж поделать, да? Нет. Он всегда здесь, и он всегда готов меня спасти. Вот это осознание, как раз оно и должно помогать. И оно помогает. Один правильно говорил, что когда самые трудные обстоятельства, и, кажется, и тоска, и уныние, и вообще никакой надежды нет, начинаешь себе говорить «Слава Богу!» «Слава Богу!» И потихонечку тучи рассеиваются, спокойствие, мир в душу входит, успокаиваешься, пошел-пошел-пошел, поднялся и выкарабкался. Поэтому это действительно так, молитва, она очень хорошо помогает. Поэтому принятие внешних обстоятельств, которые Господь нам подает, оно очень-очень на нас важно. Ну и, кстати, вот к разговору об унижении, надо иметь в виду, что есть люди, которые говорят «Да, молиться, Господи, подай нам смирение. Я знаю, что только через смирение я могу спастись». «Да, я могу». «Пап, дай телефон позвонить однокласснику». «На». Все просто. Это предмет. Можно подать смирение. Просто когда? Вот взять и подарить его. Невозможно. Его можно только выработать. А выработать его возможно только через конкретные жизненные ситуации. Вот Господь, если ты будешь так просить, Он тебе подаст. Но не само смирение. Он подаст тебе возможность приобрести это смирение. Поэтому в ситуации говорят, что если ты просишь и говоришь «Господь, дай мне смирение», то ты будешь готов. Господь, может быть, пошлет человека, который тебя унизит или притеснит, или там накричит на тебя. И если ты этого не поймешь, накричишь на него в ответ, да, вы будешь размущаться. Кто-то такой вообще на меня нападает, да. Я человек, я звучу гордо, да. А ты тут вот что творишь? Все, ты потерял эту возможность. Почему мы и говорим, что на самом деле вот эти возможности смиряться, выработать себе этот навык, они, Господь, подаются очень часто в течение жизни человека. Иногда по несколько раз на нем даже бывает. И вот здесь очень важно не то, что вот эта вот глобальная стратегия, да, что я буду смиренным там когда-нибудь, да, ты сейчас. Вот в этой конкретной ситуации проявись перед. Попробуй сейчас не разораться, попробуй сейчас услышать, что он тебе говорит. Да, он говорит не тем тоном, да, он, может быть, даже бранные слова какие-то использует, но что-то же его раздражило, правда? Какая-то причина есть, из-за чего на тебя я говорю? Попробуй ее услышать, может быть, ты действительно виноват. То есть вот мы очень часто ведь реагируем именно на внешние какие-то проявления, на эмоции, а суть теряется. То есть человек закрывается, колючий его пускает и все, и он уже не способен слышать то, что ему говорят. А эти люди, они наши помощники, они помогают мне увидеть мои грехи, они помогают мне как раз приобрести вот это смирение. И я сам не вижу где-то грехов, а им видно. Он мне, ну не в той форме, он мне, может быть, этого сказывает. Ну и что? Он же мне великое благодеяние делает. Он же мне раскрывает, кто я есть на самом деле. Поэтому не кричать, не драться на него, надо кидаться. Спасибо ему сказать. Ну и хотя бы промолчать для начала. Промолчать, послушать, что он говорил. Поэтому вот в этом отношении унижения, если мы начнем убежаться, нас унизили, как-то нам это неприятно все, мы потеряем возможность смириться. А были люди, которые, зная, что они горделивы там внутри, пытались избавиться от этого очень жесткими способами. Давайте посмотрим на наших святых рестораний и родилов. Говорится о том, что подвиг этот очень тяжелый, и очень мало настоящих и родилов у нас, в наших житиях святых. Почему так? Да потому что это действительно колоссально тяжелый путь. В чем он состоит? В том, что чем мы больше всего кичимся и гордимся, это умом нашим. Мы разумные существа, вот как ум у нас есть. Эти люди от своего ума сознательно отказывались. Еродивы, ну, глупые, да? Грубенькие люди. Только сохраняя нормальный ум, эти люди сознательно изображали из себя глупых. Зачем? Над ними смеялись. И взрослые, и дети кидали с ними камнями, насмешки всякие, вели себя они странно, а кто-то голый ходит там по улицам и так далее. Зачем? Это за тем, чтобы не кичиться умом своим. Затем, чтобы претерпевая вот те самые скорби, которые нам микроскопическим количеством Господь подает для развития нашего спирения, а им они доставались в большом объеме. Вот эту свою гордость, вот это свое повреждение, это искоренить себе. Поэтому они терпели это все. Они просто терпели, молились за этих людей, не обижались, и за весь мир молились. Да, потом люди понимали это, и видят, какие чудеса они творили, меняли к ним отношения, и уже их верили, как драгоценности. Но это не сразу, а изначально-то так. Поэтому унижение, оно, конечно, может быть на пользу человека. Но если человек к этому готов, и сознательно он на это идет. А в каких-то случаях, опять же, надо быть разумным, потому что в обычной ситуации нашей жизни меня, например, унижает какой-то человек на работе. Как мне к этому относиться? Терпеть, благодушно, молчать, ничего не отвечать, или все-таки этого хама ставить на место? С одной стороны, для моего личного смирения это полезно, правда? Для того, чтобы я свою гордость преодолел. Но ему, полезно ли ему вот так себя вести под нашими поколениями? Вот вопрос. И здесь, да, как себя вести? Остановить его, сказать ему, что вести не прав, да? Или даже, там, воспользоваться какими-то, ну, там, суд подать в милицию, пойти и так далее. Вот здесь вот надо смотреть. В каких-то моментах действительно хамок надо останавливать. Но я думаю, знаете, как здесь очень хороший критерий есть такого рода. От его действий только лично я страдаю, или еще другие? То есть, если я его сейчас не остановлю, пострадают ли другие люди? Бывают у них, да, безнаказанные, которые, они будут это зло распространять на других людей. Тогда, конечно, если это так, если я его сейчас не остановлю, он пойдет и навредит еще кому-то. Вот в этой ситуации, я думаю, то, что надо останавливать. Во всех других случаях, когда это касается только лично меня, ну, пожалуйста, Путин, ничего от меня не умудет. А вот, наоборот, может приобрести. И почему святые отцы говорят, что как раз терпение напрасненное, оно, это вот замечательное именно свойство и способ гордость нашу уменьшать, уничтожать. Понятно, когда я нагрешил, виноват, меня ругают, тут никаких не может быть претензий. Ну, но виноват, да. А вот, когда я не виновен, она меня поклев на воде. Вот смолчать в этой ситуации, не начать возмущаться, роптать, выяснять отношения и так далее. Все, все равно станет на свое место. Все равно это все, ну, как это разрешится. А даже если не разрешится здесь, у нас главный судья, у нас Господь, да, на том суде все станет, на свои места. Все тайное обязательно станет явным. Поэтому, ну, если сейчас мы начнем что-то доказывать, с пены у рта, кидаться на людей, может быть, обратный эффект. Ничего, сменять не будет. Ну, Ну, и, наверное, вот, да, святые отцы говорят еще, что, что есть, ну, для монастыря тоже это более характерно, но я думаю, что и для нас тоже, потому что есть такое положение, что есть путь смирения, это телесные труды в разуме. То есть, когда человек осознает, что то, что он сейчас вот такие трудные обстоятельства жизненные поставлены, и вынужден очень тяжело трудиться, это как наказание за его грехи он принимает, опять же. То есть, не обязательно это могут быть какие-то беды, еще что-то, а вот то, что ему приходится сильно трудиться. То есть, где-то послушание каких-то тяжелых настре, или в нашей жизни, например, человек достаточно бедный, или, ну, что-то не получилось с образованием, он вынужден там или вагоны разгружать, или там улицы везти. Это тяжело физически. Но, опять же, можно возмущаться, роптать, а можно сказать, Господи, по грехам моим достойно принимаем. Вот. И в этой ситуации он, опять же, может получить колоссальную духовную пользу и смириться. Была история такая про Исидора Александрийского, который пришел в монастырь, и его игумен, увидев, что он был сановником таким очень высокого ранга, и тут разглядел в нем вот эту гордость и надменность, которое положение его в нем вызвали. И для того, чтобы помочь ему спасаться, он ему сказал, вот я тебе даю такое послушание. Вот ворота монастыря, остановись там и каждому входящему в монастырь кланяйся земно и говори, помолитесь мне, я держу бес. И вот он семь лет стоял там на этих ворот. Семь лет на этом послушании. И вот как он потом, через семь лет он достиг святости и Господь его забрал. То есть он уже в общем-то всего, чего надо сподобаться. Кажется, да? Какая польза монастырю, да? Лучше, чтобы он там где-нибудь на коровнике работал или еще что-то. Нет, вот для него это было очень важно. Как он сам потом и рассказывал, первый год, когда я стоял и молился и просил вот так вот людей, конечно, мне было очень неловко и приходилось преодолевать себя. Потом я вдруг понял, что я действительно, ну, не то, что поддерживаю весну, но грехи мои, они действительно тяжелые. И я стал искренне просить их об этом. Я понимал, что они могут быть моими ходатайами. Действительно, с их помощью я могу спастись. И потом уже лицо мое само к земле опустилось. Как замечательно есть фраза такая, что держите глаза свои долгу низ к земле, а сердце горит. То есть мы возносим свои мысли и помыслы к Богу, а глаза наши должны быть вниз направлены, они не должны задираться в гордости туда, вверх. И вот через какое-то время этот человек избавился от своей гордости и спасся таким образом. через телесный такой труд вот этого поклона и через кажется такое немножко бессмысленное послушание, но все-таки оно ему очень хорошо помогло. То есть телесный труд он тоже может быть, если он правильно воспринят, если он воспринимается человеком именно как наказание, как искупление за рубрихи. Так же, как и физические болезни. То есть болящий человек, если осознает правильно, что ту боль, которую он испытывает, она ему во спасение, для того, чтобы он избавился от греха, он и терпеть ее будет легче, и он видит смысл. И смиряясь перед волей Божьей, ему, может быть, хотелось бы по-другому как-то избавляться от греха. Но свою волю он здесь отсек и сказал, Господи, да будет все-таки по твоей святую волю. И вот тогда начинается как раз исправление. И то, что касается вот этих всяких низких работ, монастыря, и так далее, там кто-то говорит, что а вот пусть меня туда поставят, да, и я туалеты буду чистить, и так далее. Вот здесь есть очень такое хорошее правило, которое, я думаю, что нам стоит использовать и в обычной нашей жизни тоже. Что на низкие работают, святая цифровая, не напрашивайся сам. То есть это тоже, знаете, тоже признак гордыни, когда, опять же, вот я считаю, что мне это будет полезно, да, то есть опять же моя воля здесь работает. Не напрашивайся сам, но если тебя поставили, то ты работай, трудись и общей, и то есть принимай все это благодушие. Вот в нашей бывает какое-то поручение человек получит и возмущается, там на работе, например, у него заболевшего сотрудника приходится поработать, он возмущается, как так, зарплату не прибавили, а работы добавили и так далее. Не надо. Но с другой стороны, его служатся там тоже, а давайте я вот тоже там что-нибудь сделаю. Одно дело, когда ты истерни хочешь помочь, есть никаких претензий быть не может, а вот если ты из-за ну отходимаши, как говорится, ты сидел и ничего хорошего в этом не будет. Поэтому нет этого, не напрашивайся, подал Господь, не отказывайся. Вот это тоже как посмирение перед обстоятельствами, которые посылает Господь, и для нас это очень-очень важно. Ну и наконец, святаться очень хорошо говорят, что очень молитва важна. Почему молитва здесь помогает именно выработать смирение? Потому что человек без смирения по-настоящему молиться не может. В чем заключается молитва? В просьбе о помощи. Как ты можешь просить помощь, не осознав, что ты немощен, что ты сам не способен? Ты обязательно через эту стадию должен пройти искренне молитва, искренне вопль Богу о помощи. Он идет именно тогда, когда ты понимаешь, что твоих сил нет, и ты это дело никогда не сделаешь. Вот тогда начинается нормальная хорошая молитва, и помимо дел каких-то опять же то, что касается наших грехов. До той поры, пока я понимаю, что я вполне могу сам с этим справиться, я не буду Бога просить, и Божьей помощи не будет, и не будет богатать этого мира в душе. Поэтому молитва, она очень хороша, она противодействует гордыне. мы просим о помощи, и когда мы ее получаем, мы ее себе не приписываем, потому что мы понимаем, что, ну, мы изначально понимали, что сами мы не можем, мы попросили, получили, да, и здесь места тщеславия нет, а только благодарим Бога и молимся, лишь бы не потерять эту благодать, которую мы получили. Вот, поэтому, конечно, молитва нам хорошо помогает. Ну, а вот в отношении именно моли Божьей, здесь тоже нам надо понять одну очень важную вещь. Очень корябает, конечно, слух и гордость нашего, вот эта история по поводу, когда, по-моему, Ев, да, гастродальный, или кто-то из других пророков, ну, сейчас это не важно, важно то, что была претензия, да, Божьей, а почему вот так ты поступаешь? и Бог ему ответил, что разве глина спрашивает горшечника, да, почему один сосуд сделан для хорошего, достойного употребления, а для лугой, для низкого. Если мы, вот, из-за чего смущение в наших сердцах возникает? От того, что веры мало, от того, что мы, ну, не доверяем Богу. Господь как сказал? Не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте. То есть, причина сердечного вот этого смущения именно не верит. А если человек верует, что Господь, как русские говорят, все, что Бог делает, все к лучшему, да, в этом спокойствии, в этом мир, когда ты понимаешь, что все, что Господь дает, это действительно на пользу нам. То есть, вот в этом веровать, это означает, в принципе, пребывать в смирении и благости, а благости только Господь подает. И он подает именно смиренным сердцам. Если вы помните, слава о том, что Бог гордым протеется, а смиренным дает благодать, да, то есть, невозможно гордому человеку получить вот в той мере благодать и мир, который бы мог получить человек смиренный. и Господь творит с нами, помните молитвы, да, творит пресно с нами великое, неисследованное, славное, жужжасное, и жене сейчас числа, да, то есть, мы его создание, которое находится в полном, абсолютном его власти, в совершенной покорности мы должны быть. И в одном из прошений на службе мы говорим, что сами себе и друг друга и весь живот нас Христу Богу предадим. То есть, все, что наше и мы, и сами себя, и друг друга мы ему отдаем в его волю, в его распоряжение, потому что мы понимаем, что только через это мы имеем возможность спасти. Только так. Другого пути нет. Хоть это и корябает, и очень не хочется, хочется где-то там все равно по-своему поступить, но на каждом из нас для Господа есть свое видение, свои планы. Мы предназначены каждой для своего. И нельзя сказать, что если я сосуд для низкого употребления, что я не нужен совершенно. Я тоже нужен. Может быть, конечно, в меня нальют не то, что в тот сосуд, но нальют. И я буду нужен Богу, и я буду с Ним. И в этом мое счастье, в этом мое предназначение. Поэтому не надо нам смущаться, не надо нам переживать по этому поводу. А по поводу людей, ну, действительно, всем не угодишь. Никогда не может быть так, чтобы нас все хвалили, чтобы куда бы мы ни пошли, все нами восторгались и так далее. для этого, конечно, ну, есть путь. Можно стать абсолютно мерзким человеком и попытаться, вот, как они живут. Но мы же видим, мы же видим, как это все происходит, например, в наших звезд, так называемых. То они на пьедестале, всеми восторгаются, проходят две-три недели, и их поливают грязью. Что-то там они не так сделали, что-то не так сказали, как-то что-то они не дополнили. И все из этого пьедестала слетели. То есть, кто сам себя возносит, он так слетает. Чем выше ты взлетел, тем больнее потом падать оказывается. Поэтому для нас главное, что о нас думает Господь, как в Его очах он выглядит. Вот это самое важное. Ну и какие-то моменты тоже практически, когда речь заходит о смирении, и именно о развитии смирения духовной жизни часто возникает вопрос о духовничестве. на прошлом занятии, кто был, присутствовали, говорил Максим о том, как найти себе духовника, потому что это действительно очень важно для православного человека. Но с какой точки зрения? Духовник правильный, он есть выразитель воли Божьей. Многие люди, они почему смущаются? Как узнать эту волю Божьей? О себе? Очень хочется ее, а я не таков, я не духовный человек, и я не могу разобраться. Боже, что ты от меня хочешь? Как мне поступать? Так или так? И человек в этой ситуации, он очень хочет, чтобы был кто-то, кто ему подскажет, кто-то близкий к Богу. Но желательно, чтобы это был из живущих людей, с кем можно было бы поговорить, ему четко бы сказать, делай вот так, вот так, вот так. кажется, легко и просто тогда будет жить. Но, к сожалению, таких именно духовностных старцев и духовников очень и очень мало. И, к сожалению, вот есть такое уродливое явление в жизни церкви, особенно в последние десятилетия, оно проявилось как молодостарчество и лжестарчество. То есть, когда люди, которые не имеют настоящих духовных даров, берут на себя функцию духовного управления. И это очень опасно. Очень опасно. Ладно, они в этом отношении тоже надмеваются и тщеславятся, и они погибают духовно. Но ведь за ними идут другие люди, которые верят и которые то, что они говорят, иногда принимают абсолютно без всякого рассуждения. Сказал старец, буду делать вот так. Что с этим делать, как поступить? Понятно, жажда человека найти действительно духовный опыт человека, но все-таки голову отключать не надо. И надо всегда сравнивать то, что тебе говорит старец. Это как сообразуется со Священным Писанием, с традициями, канонами Церкви, с постановлениями соборов и так далее. То есть, в этом отношении почему мы здесь и собираемся с вами, разговариваем об этом. Грамотность должна быть. мы должны понимать эти вещи, чтобы иногда, знанием, иногда уже иногда даже на уровне интуиции человек чувствует, что-то здесь нечисто, как-то здесь неправильно. и, в общем-то, Священный Синод в этом отношении дал такое определение, что если у вас возникает сомнение, что ваш духовник говорит что-то неправильно, как поступать в этой ситуации? Попадите к архиерии, к своему архиепископу, как у нас митрополит Герман. Они поставлены для того, чтобы привести чистоту веры, для того, чтобы все было правильно. И поэтому, если возникает какая-то проблема, какой-то вопрос, пожалуйста, можно прийти и разъяснить его. Правильно ли мне говорит мой духовник или нет? Да, правильно. Пожалуйста, делайте. Нет, неправильно. Это противоречит канонам церкви. Кого надо больше слушать? Бога или человека? Правда? Вопрос конкретный и четкий. Поэтому, вот в этой ситуации, конечно, должно быть все в порядке. Поэтому надо читать, научиться самим. И Игнатия Причининов больше 100 лет назад говорим, что иссякли духовностные старцы. Сейчас Священное Писание, Писание Святых Отцов, вот они нас руководствуют во спасение. И надо ими пользоваться, и, конечно, читать, разбираться. Вот. Ну, слава Богу, если такие люди на вашем пути находятся, можно им следовать и так далее, но голову не отключайте. И еще один вопрос тоже, который часто возникает, как быть, если человек чувствует, что он имел какую-то духовную пользу в общении с этим человеком. Не обязательно это там прям духовностный старец какой-то. Вот твой приходской батюшка, да, и он тебе помогал. Ты пока находился под его руководством, ты подрос. и в какой-то момент ты чувствуешь, что тебе этого уже мало. Но мы действительно, ну, мы же тоже священники, мы с вами вместе развиваемся, и тоже каждый достигает своего духовного уровня. Бывает иногда, что наши прихожане нас обгоняют и далеко обгоняют. Как быть в этой ситуации, если человек чувствует, что он больше ничего не может получить и научиться от этого батюшка? Может ли он поискать себе духовного руководителя более опытного и перейти к нему? Говорит, а не обижу ли я тогда вот этого священника? Никогда так не думайте. Понятно, что хлопнуть дверью и уйти было бы невежливо. Тебя кормили, поедали эти родители. Кто-то сказал, все, больше ничего дать не можешь, он там побогаче есть, пойду-ка я к ним. Да, здесь другого рода отношения. Конечно, любой священник, он рад тому, что его духовное чадо подросло. И, ну, как любые родители, они всегда рады, когда дети становятся лучше и их чего-то больше в жизни достигают. Так, в общем-то, и мы рады тому, что человек крещен, что он хочет, но этого уже мало. И тогда, пожалуйста, иди, сказал этому спасибо, да, и перешел к другому священнику. Пожалуйста. Только это все должно, конечно, по-человечески, по-доброму решаться, но никаких претензий быть не может в этой ситуации. Человек должен расти. Если у меня были такие случаи, когда человек, я говорю, простите, ну, я вам уже больше вечер, помочь не могу. Найдите более духовного человека, который был на ваш вопрос, мог вам ответ дать правильный, вас руководить уже. Вот, то есть, никаких претензий нет. Ну, и тоже, понимаете, как сверение, оно не должно человека ставить в обстоятельства, когда он, ну, как бы фатализм какого-то, опять же, да, что, а что, что тогда пыжится-то, да, терпи просто и все. Надо ли нам вообще чего-то достигать в жизни, надо ли какие-то ставить высоты, надо ли какие-то планы, надо, в этом отношении верить в себя настолько, насколько Бог в нас верит. Ведь Он же дал нам эти способности. Для чего? Для того, чтобы мы достигали каких-то высот. Нам не надо говорить об этих высотах, нам надо помнить, откуда, кто источник этих даров. Но мы же должны быть разумными рабами, которые обязаны в конце концов принести вместо одного таланта серебра 10 талантов Господа на страшном суде. Мы должны показать ему, что мы в оборот пустили это все и приумножили это все. Поэтому нельзя ни в коем случае сидеть, радоваться тому, что мы имеем и ничего не делать. Надо развиваться. Да, на этом пути есть опасность. Почему тот раб, который землю закопал, он боялся. Торговля дело такое. Ты отдал, а там что-то не получилось, ты потерял свои деньги, всякое бывает. Но это дело случая, а там, где есть Господь, там случая нет. Там закономерности, там забота, там промысел. И поэтому Господь поможет нам приумножить наши таланты. Нам только кричать об этом не надо. Не надо трубить о своих достижениях и успехах на всех перекрестках. Все будет нормально. Поэтому еще раз рассуждение, рассуждение и рассуждение. И смирение по-настоящему, что это такое? Это правильное отношение человека по отношению к себе и к Богу. То есть адекватное состояние, в котором человек способен увидеть всю бездну собственной греховности, осознать, что без Божьей помощи он не способен это все исправить и как-то выкарабкаться оттуда. И молиться, 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 просить, Господи, помоги, Господи, прости мои грехи мои. Я необычный больной человек. Если ты мне не поможешь, я погиб. Но я буду стараться. Помните, мы говорили о сейнергии, о том, что должно быть сработничество человека и Бога. Господь готов помогать. Но я тоже должен приложить все свои усилия, сколько их у меня есть, для того, чтобы все-таки развиваться, для того, чтобы все, что у меня есть плохое, все это преодолеть. Поэтому смирение не означает пассивность, смирение не означает согласие со всем злом, которое только есть. Это активная жизненная позиция, но при которой гордости нашей вместо не должно быть. Каждый раз, каждый день, в каждой жизненной ситуации, где только возможность есть, и Господь нам предоставляет такую возможность преодолеть эту гордость и смириться. Надо эти вещи использовать. Нелегко. Действительно нелегко. Ну, надо. И от этого, конечно, проистекает весь успех в нашей жизни. Не только в духовной жизни, в мирской точно так же. Человек, смиренный на работе, послушав начальству, делает то, что ему поручено, как самого Богу, и никогда в накладе не бывает. Жена, которая, повинуясь воле Божьей, о том, что надо повиноваться мужу и вести домашнее хозяйство, заботиться уйти, а дети в накладе не бывают. Потому что любовью мужа окружена. Дети, которые, смиряясь перед волей родителей и преподавателей каких-то, тоже получают нормальное образование, но учаются опять же нормальным взаимоотношениям. Да что ни возьми, какую угодно сферу возьмешь, если человек правильно понимает, кто он, где, и подношение к другим людям, подношение к себе и, главное, подношение к Богу, никогда в накладе не бывает. Хоть внешне это и выглядит как будто бы, что вот, да что такое тебя тюкают со всех сторон? А что, на смире это не тюкают? Еще как тюкают. Так они же мучаются, они же мучаются, они же тебя, представляете, на него это все сыплется со всех сторон. Смиренный человек мирно говорит по делам своим, достойно и принимает, да, и просит терпит, и это проходит. А это крышку подпрыгивает, да, от того, что пара из ноздрей, из ушей идет, да кто он такой, да какой он право имеет, тот на меня что-то бочку кодит. тот сказал и ушел, и забыл, и все, и он уже даже и спит себе спокойно, а этот-то не спит. Он там, ну даже если планы мести небо нашим, в любом случае покоя мира не имеет, несчастные люди. Вот и спрашивается, кому это нужно? Поэтому, понимаете, как, это вот то, о чем мы все время говорим, Царствие Небесное здесь начинается, и рай, и ад. Мы можем уже здесь жить, в мире, в радости, в любви с другими людьми, а можем себе ад устроить, просто ад. И поэтому, если мы здесь правильно себя все выстроим, и будем стараться действительно смиряться, и потом спасемся, и здесь сейчас хорошо. Поэтому, Матим, Господи, дело это, хоть и нелегкое, но очень благодатное и очень хорошее. Поэтому, вот, никого не слушайте, кто будет вам говорить, что, да ты, да где же твое достоинство, в мое достоинство образ Божий, а Господь потерпел и нам дырел. Поэтому, надо развиваться в этом, в развитии смирения, конечно, очень-очень. А гордость души, души, как только можно, вот, везде, она будет голову поднимать, как угодно. Очень мне нравится одно сравнение, как, кто-то из святых отцов говорил, что гордость, конечно, она как колючка, который, как мякинь, она одним шипом всегда кверху торчит. То есть, наколешься и там, так там. Но, колючка тоже бывает разная. А можно босиком ходить, а можно ботинки надеть с железной подошвой. И когда-то обламываем эти колючки. Если с этой стороны обломили, с той стороны обломили, уже когда-то и не уколят. А потом он катается и будет он как всякие стекла острые. Море катает, катает и превращает в приятные такие прозрачные вкатанные камушки. Вот и нам так надо. Обкатаемся. Ничего, на это нам жизнь и дано. Вопросы? Давайте помолимся. Продолжение следует...